Приветствую вас, Мария. Ну вот, во-первых, хочется сказать, что вы молодец, большая в плане того, что решили найти своего отца, вот, и это всегда такой достаточно неловкий момент, вот, потому что здесь возникают смешанные чувства, как правило, и не всегда человек знает, что с ними делать, вот, поэтому вы большая молодец, что решились на это, и ваши страхи, они нормальны, они понятны, они нормальны, они не стерцуют. Но есть, конечно, несколько важных деталей. Первое это то, что я, в принципе, чувствую, что вы можете быть привязаны к людям. Понимаете, в привязанности к людям, ну не то, чтобы нет ничего плохого, просто это скорее нормально, да? Хотя и часто, очень часто это ведет к негативу, именно привязанности. Но здесь, мне кажется, вам именно, что сложно, тяжело быть одной или без родителей, тем более, что вы пережили потерю мамы, вот, или переживаете потерю мамы. Мне кажется, что вам нужно сперва прожить смерть своей мамы, именно прожить полностью, отгоревать, я не знаю, когда она у вас умерла, вот, но, там, минимум год, а то и больше, если вы себе это держали и не позволяли себе прожить горе-горем, вот. И только потом, только потом, уже взаимодействовать как-то с, ну, папой, да? Которого вы найдете и так далее, которому вы позвоните. Потому что, сейчас это все-таки, больше похоже на попытку замещения. Мама не стала, я хочу заместить, вот, пустое место, да, другим родителям. И, если ваш папа об этом узнает, если он поймет, что, вот, маме вашей нужно было умереть, чтобы вы начали, там, словно говоря, не знаю, его искать и так далее, ну, ситуация будет не очень хорошая. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот, если вы не хотите, ну, условно говоря, испортить отношения соцом, вот, своим, то имеет смысл все-таки максимально не предвзято, максимально независимо, как бы с ним общаться. А если вы сейчас, условно говоря, нуждаетесь в тепле и ласке, да, в тепле и заботе, защите, да, вот, то одесса ваш может и не дать вам это. И вопрос заключается в том, насколько болезненным для вас будет его отказ. Понимаете, насколько вы готовы к еще одному потрясению, к еще одной, например, боли без, допустим, допустим, без поддержки. Со стороны, к примеру, да, со стороны, ну, допустим, других людей. То есть, вот, это такая, достаточно важная, как мне кажется, деталь, потому что, если вы находитесь, условно говоря, не в ресурсе, да, если вам, условно, тяжело, вот, то, как бы, вам, ну, условно, тяжело, вот. Это может быть довольно болезненно. И вас это может травмировать еще больше. Постараюсь особенно, если учить, да, если вот взять во внимание тот факт, что вы потеряли маму. То есть, ну, вы не подумайте мне, как бы, не доставлять довольно-таки об этом говорить, да, но, как бы, я хочу, чтобы вы понимали. Если, 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 особенно, особенно, если, я, если я прав и вы, на самом, на самом деле, тяготеете, что, что называется, к, ну, к людям, да, другим людям, я имею ввиду. Если вы, если вы тяготеете к ним, ну, действительно, тяготеете к людям, другим, если вы, на самом деле, нуждаетесь в этих людях и так далее. Вот, то есть, мне, мне кажется, что здесь нужно обязательно, вот, эээ, обратить на это внимание. Вот, ну, вам свое внимание нужно обратить. Для чего, да, эээ, точнее, ну, для чего, для чего и почему, да, это нужно сделать. Чтобы лучше себя, себя, эээ, осознавать, возможно. Чтобы лучше себя понимать, возможно. Вот. Чтобы лучше, ну, действовать. действовать немножечко, более, эффективно, я бы сказал. Да? Ну, примерно. 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 Примерно так. Вот, это, это в один момент. Примерно. Понятно, что, вероятно, есть еще нюансы, эээ, о которых, эээ, мы не знаем. Ну, то есть, вот, эээ, есть нюансы, на которые, эээ, нужно еще обратить внимание, конечно же. Но, эти нюансы, они, пока что, не совсем, эээ, понятны, не совсем лишны нам. Вот. И, это принципиальный, принципиальный, эээ, принципиальный момент. Как мне кажется. Здесь. Вот. Понимаете, да? В принципе, вот. Что я имею ввиду? Надеюсь, что вам, ну, более-менее это ясно. То, что я хотел сказать. Вот. А, значит, что еще? Страх. Не знаете, как начать, ээ, диалог. Здесь я бы, эээ, наверное, здесь я бы, эээ, сказал бы, примерно, следующее. Вот именно. Здесь я бы сказал, примерно, следующее, что, эээ, у вас, эээ, то, что, ээээ, эээ, ээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Человек чересчур замотивирован, грубо говоря, на что-то, то есть когда человек слишком замотивирован, когда человек, грубо говоря, очень нуждается в чем-то. Ну, не нужно думать, что это прямо ужасно, не нужно думать, что это прямо плохо, но вам необходима эту мотивацию. Вот то, с чем вы боретесь, да, условно говоря, с чем вы боретесь, вам нужно для себя это постараться понять, вам нужно для себя постараться это уяснить, да, вам нужно это осознать. То, что вот вы всем вынуждаетесь, грубо говоря, грубо говоря. Почему это так важно? Потому что так вы сможете, опять же, более естественно себя вести. То есть вы сможете таким образом более естественно двигаться к тому, что вам хочется. Ну, как-то вот не, ну, не отвлекаясь, да, не отвлекаясь на какие-то, значит, моменты другие, да, не отвлекаясь там на... Ложные вызовы не отвлекаются на... Ложные моменты. Вот и... И... Я думаю, что это много, что этого, это много, что... Вот. Ну, мне так кажется, опять же. Вот. А... Вот. То, что... Я... Могу вам ответить... Ну... На вопрос, который вы задаете. Да? Вот. Мне кажется, это довольно важный момент. Момент. Вот. В целом... В целом... В целом... То, что... Вы описываете, да, это, ну, вполне... Обычная, вполне нормальная, я бы сказал, реакция. То есть, в этой... Реакции нет... Ничего... Необычного. Вот. Но... Ага. Моя идея... Пожалуй... Пожалуй... В том... Что вам... Несмотря на то, что... Вам... В... 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 В этой реакции ничего необычного нет. Моя идея заключается... В... В том, что... А... Вам нужно немножко... Э... Поисследовать... А... Свою... Ну... Себя... Свою реакцию, да... Вот. А... Чтобы лучше, ну, понимать, что с вами происходит, и чтобы, ну, лучше действовать. Вот так, как я бы сказал. Вот то, что можно вам ответить. То, что можно вам сказать. Сначала. Дальше, как начать разговор? Хороший вопрос. Значит, как начать разговор? Ну, лучше, худшее. Вот именно, что худшее, что вы можете делать, как мне кажется. Вот, прям вот, прям вот худшее, худшее, что вы можете сделать. Это, пожалуй, думать головой. То есть пытаться вот, ну, пытаться выбрать то, как себя вести. Да, это то, что вот, прям, прямо худшее, что вы можете сделать. Я думаю, что, если вы к себе, к себе прислушаетесь, вот, я так думаю, если вы к себе прислушаетесь, то, то вам будет не сложно отследить, что вы чувствуете, какие у вас, именно, вот, чувства. Ну, там, к папе, например, допустим, к тому, что в вашей жизни происходило так, к тому, что происходит. Может быть, может быть, особенно важно, особенно важно, может быть, то, что происходит сейчас, а не то, что, там, происходило раньше. Вот, и вот эти, вот это вам нужно вырвать. Правда, никто не гарантирует вам того, что ваш отец вас, вас примет. Вот, может быть, может быть, он вас отвергнет. И вот мне кажется, очень важен вот этот момент, чтобы вы были готовы к тому, что отец может вас отвергнуть, что он может сказать вам нет, что он может ополкнуть вас. И вам будет очень больно. Это риск. И, на мой взгляд, если вы думаете или считаете, что он в какой-то степени не готовы к риску, вот, а вы не должны быть к нему готовы? Ну, то есть, вы можете быть готовы, можете чувствовать в себе силы, например, рискнуть, да? А вы можете же не ощущать этих сил, можете не чувствовать в себе, ну, условно говоря, ресурсов для того, чтобы рисковать, да? Чтобы чувствовать боли и так далее. То есть, это только ваши ощущения, это только ваши эмоции здесь. Ваши ресурсы и ваша готовность, вот, если этого нет, то нужно, нужно тоже подумать, а хотите ли вы этого всего? Да, то есть, хотите ли вы, и того ли вы хотите, и не искажаете ли вы образ, эм, там, ну, образ, эм, появаться, например. То есть, видите ли вы, там, к примеру, реального, да, человека, вот, или все-таки видите того, кто, ну, в какой-то степени, в какой-то степени вам нужен. Вот, то есть, самой по себе этой, самой по себе этой реакции плохого ничего нет, вот, самой по себе. Но, это может быть, эм, тем, что, эм, это может быть, э, тем, что, э, способно вам, ну, как-то вот, дать, э, дать, э, э, некую, некую болезненность, да, э, вот, и, э, там, если вы, если вы, если вы, там, грубо говоря, не готовы, не готовы, то, э, лучше этого, лучше этого не делать. Опять же, ну, то есть, э, тут все, э, достаточно, э, тут все достаточно просто, в том плане, что, нужно быть честным, э, с собой, да, и стараться, э, замечать, э, э, о себе ее реакцию, которые, которые, о, вычислить. вычислить. И их просто выражаю. Центральной позиции, которая оказывается мне чрезвычайно важна, это позиция, связанная с горем от потери мала. Мне кажется, что это является одним из самых важных моментов, потому что если вы переживаете до сих пор потери маны, если вы нуждаетесь в маны, если вы вызываем больно до сих пор, то, на мой взгляд, ваше отношение с папой, да, они могут быть, ну, довольно-таки под серьезной угрозой, потому что здесь будет наложение, наложение одного на другого, по сути. Вот то, что я хотел вам сказать с точки зрения. Цехология – это вот такая история. Ну, в принципе, в принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать. Мне кажется, довольно много уже было сказано. Вот. Тут теперь, в принципе, дело только за вами, то есть, ну, как вы хотите, да, тут вот, ну, условно говоря, там, в какую сторону вы хотите. Двигаться, вот. Ага, значит, в смысле, ну, вы хотите ли вы смотреть в сторону, например, психотерапии, да, хотите ли вы, ну, условно говоря, условно говоря, заниматься психотерапией, например, да, или нет. Вот. То есть, мне кажется, это, ну, один из принципиальных моментов для понимания себя. На этом все. Я надеюсь, что помог, помог вам. Я надеюсь, что мой ответ был интересен. Я надеюсь, что у вас сформируется обратная связь. Вот. И я надеюсь, что вы сможете начать работу, сможете начать психотерапию. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.